О стартапах и не только. О роуд-шоу в Казанском Федеральном Университете. Магистрант Казанского Федерального Университета стал студентом года. Очень сложно совещаться, мы договаривались, что ты говоришь, а потом мы разворачиваемся. Давай. Итак, интересно, интересно, кто же, кто же он? А он, Давыдов, Денис, Республика, Татарстан! На базе Илабужского института Казанского Федерального Университета состоялась выездная образовательная школа студенческих лидеров. Наша цель – воспитать и помочь в воспитании настоящих лидеров и лидеров, которые смогут нести позитивный, здравый контент. Всем привет! В эфире Универ Ньюса в студии Александр Фирсов. Состоял заседание правления Российского Союза ректоров с участием министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Мероприятие прошло в дистанционном формате. В заседании принял участие ректор Казанского Федерального Университета Ильшат Гафуров. Сегодня обсуждали ряд достаточно важных проблем, прежде всего, связанных с тремя миссиями университетов, наших российских университетов. Вы знаете, что вот третьей миссией единогласно как бы утверждена была повестка – признать общественную роль университета на территории, в которой они локализуются. Также обсуждались вопросы, связанные с олимпиадными движениями, с олимпиадами разных уровней. И было принято решение еще доработать этот конечный документ. В КСК КФУ «Уникс» состоялось мероприятие, посвященное развитию студенческого предпринимательства и университетских стартапов «Роудшоу». Все подробности узнавала наш корреспондент. Мероприятие «Роудшоу» прошло в Казанском университете в рамках серии стартовых мероприятий в 19 регионах России. Студентам рассказали о технологическом предпринимательстве, о том, как работают университетские стартап-студии и какие инструменты необходимы для поддержки стартапа. Мы надеемся, что это мероприятие поможет увеличить количество наших стартапов, а также создаст благоприятную среду для развития стартап-сообщества. Мероприятия уже состоялись в Екатеринбурге, Перми и Самаре. До конца декабря аналогичные встречи с мастер-классами запланированы в Томске, Новосибирске, Белгороде, Уфе и других городах России. Так, на площадке КФУ прошла лекция о технологическом предпринимательстве и стартап-студиях. Деловая игра о ролях и командах в стартапах. Игра по адаптации успешных зарубежных стартапов к российскому рынку. Пич-сессия перед экспертами для тех, кто же делает свой стартап. Обучение технологическому предпринимательству проходит в рамках реализации федерального проекта. Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям. У нас Казань большая, город университетский. Я уверен, что это не первая такая встреча. Минопро науки Российской Федерации большое внимание уделяет поддержке инновационных проектов студентов и выпускников вузов. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюс. 21 декабря состоялся четвертый съезд общероссийского движения «Народный фронт за Россию». С учетом эпидемиологической обстановки по решению Центрального штаба ОНФ мероприятие прошло в режиме онлайн. В заседании принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Сегодня состоялся очередной съезд общероссийской организации «Народный фронт». Значит, был избран Центральный штаб, были внесены изменения в устав данной организации и, конечно, была избрана ревизионная комиссия. Также по направлениям были сделаны отчеты. В Москве подвели итоги Российской национальной премии «Студент года-2021». Кто из учащихся Казанского федерального университета получил гран-при, расскажем далее. Восемь дней участники со всей России в онлайн-режиме боролись за звание «Студента года». Победители объявили 20 декабря в прямом эфире социальной сети ВКонтакте. Выиграть гран-при я себе цель не ставил, потому что даже не знал, как это сделать. Ставал свою цель выиграть за номинацию «Спортсмен года». И, конечно, для меня было очень удивительно приятно, что я стал лучшим не только среди спортсменов, но и среди всех других номинаций. В финале номинации «Спортсмен года» соревновались 25 участников. Критерами определения победителей стали результаты презентации, теста и мастер-класса. Сыграли на руку Денису и его спортивные достижения. Под его руководством команда Казанского университета заняла второе место в чемпионате высшего дивизиона студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. А на Всероссийском фестивале спорта вместе с командой «Казанские юлбарсы» он победил в соревнованиях по футболу в формате 6 на 6. Ну и нельзя не отметить заслуги Дениса, связанные с телевизионным поприщем. Свой творческий путь он начал в программе «Неделя спорта» на нашем телеканале. У меня есть даже победы по соревнованиям в настольном теннисе, это и в рамках университетских соревнований, в рамках обычных любительских соревнований. Есть также второе место по легкой атлетике также внутри университета, поэтому да, спорт – это такая значимая часть моей жизни. Есть отдельные заслуги в научной деятельности, есть отдельные заслуги в творческой деятельности, там в учебной, в общественной тоже много, но по сравнению со спортом, конечно, остальные сферы, они не такие яркие. Лауреатами других номинаций стали студентка Института международных отношений Алия Киямова, добровольческий центр студентов КФУ «Планета добрых дел» и юридический центр Казанского университета. Александр Фирсов, Ариадна Кугушева, Универньюз. На базе Елабужского института Казанского федерального университета состоялась выездная образовательная школа студенческих лидеров общественного мнения по вопросам профилактики безопасности КФУ. На базе Елабужского института Казанского федерального университета состоялась выездная образовательная школа студенческих лидеров общественного мнения по вопросам профилактики безопасности КФУ. Как отметили сразу несколько спикеров, на данный момент в области профилактики экстремизма складывает и сложная ситуация. В образовательных учреждениях обучающиеся до сих пор подвергаются буллингу, а также существует опасность возникновения террористических актов. Заместитель директора по образовательной деятельности Елабужского института КФУ Ирина Михайлова присоединилась к словам-наставлениям и пожелала плодотворной работы от имени директора института Елены Мерзон. Конечно же, работа школы посвящена очень важным вопросам. Казанский федеральный университет уделяет большое внимание вопросам безопасности в различных ее проявлениях. И очень рад, что эти вопросы обсуждаются вместе со студентами. И именно вы, как представители активов нашего университета, будете формировать вот те мероприятия, которые нам позволят действительно жить, постараться жить в более безопасном мире. Участниками школы стали более 60 студентов из разных подразделений Казанского федерального университета. Их ждала насыщенная трехдневная образовательно-воспитательная программа. Ребята проходили психологический тренинг на сплочение команды образования, выявление и развитие лидерских качеств. Наша цель – воспитать и помочь в воспитании настоящих лидеров и лидеров, которые смогут нести позитивный, здравый контент в наше общество. Прежде всего, конечно, в студенческую молодежь. Отметим, что для Казанского университета подобные выездные школы уже стали доброй традицией. Амир Ахтямов, Универньюз. Центробанк объявил о новом решении, касающемся ключевой ставки. Заметит ли россияне, как тает стопка к у первых кошельках, расскажем в сюжете. 17 декабря председатель Центробанка сообщила о новом решении по ключевой ставке. Она вырастет на 100 базисных пунктов до 8,5% годовых. Это седьмое подряд и самое резкое повышение ставки за последнее время. Такое решение стало ответом на растущую инфляцию, ставшую максимальной за последние пять лет. Начну с инфляции. Ее ускорение в октябре и ноябре было связано как с временными, так и с устойчивыми факторами. К временным можно отнести и сдвиг сроков уборки урожая, и значительный рост цен на новогодние поездки за рубеж, и сохраняющийся дефицит на рынке автомобилей из-за проблем с комплектующими, и ряд других ограничений на стороне предложения. Но даже если вынести за скобки быстро дорожавшие в этом году товары и услуги, то останется устойчивая часть инфляции, которая заметно выше нашей цели. И связано это с тем, что рост спроса продолжает опережать возможности расширения предложения. Другими словами, в новом году потребитель сможет наблюдать, как дорожает его продуктовая корзина. А растут ставки по кредитам и вкладам. Ранее экономист Казанского университета Тахир Рафиков предсказал рост цен в продовольственных магазинах на 10-30%. А что произойдет с рублем, расскажет Игорь Кох. В текущем курсе рубля, можно сказать, уже заложена вероятность такого решения Центрального банка. Если не будет никаких чрезвычайных событий, курс рубля останется более или менее стабильным, в пределах 70-75 рублей за доллар. По прогнозу Центробанка, результатом следующих заседаний может стать дополнительное повышение ключевой ставки. Однако к концу 2022 года инфляцию намерены снизить до 4-4,5%. Амир Ахтямов, Ариадна Кугушева, Фарид Захид Аглы, Универньюз. На этом все. В студии был Александр Фирсов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова